Переоценить роль у приватной компании «Ранок» для Светлогорского района складана. Телевизийные передачи этого предприемства сегодня могут принимать все же горы города и некоторых вёсок. Потенциальная аудитория – около 90 тысяч человек. Среди главных задач оперативное и докладное информование населения об усих подъях, зъявах и тенденциях, которые оказывают вплыв на громадское житие региона. По сути, Светлогорский «Ранок» – приклад поспехового державного приватного партнёрства. Но в «Себелорусском народном сходе» керавниство предприемства готовое поделиться сакретами такого супрациониста. На мой взгляд, «Себелорусское народное собрание» одним из посылов для, может быть, субъектов хозяйствования, для органов власти должно быть то, что только взаимодействие в тесном сотрудничестве, понимании, мы можем вскрывать проблемы, которые возникают время от времени, мы можем решать эти проблемы вместе и мы можем двигаться вперёд. У Гомельской области культура николе не находилась по зауваге мясцовых органов улады. Але гэта не выключая наявності у гэтой сферы проблем, які необходимо выращать. Областный музей военной славы – установа относна молодая, але уже вядомая, у шмат яких краинах. Гэтым фактом тут гэнерация, але не супакойваюцца. По великим рахунку, популяризация белорусских музеев у свете покидая жадать лепшага. У нас профессиональные кадры сегодня работают и в областных центрах, и в районных центрах, и в республике, безусловно. Но мы очень много делаем профессионально, качественно, на высоком уровне, но не умеем это продвигать. У нас крайне слабо развитые маркетинговые технологии. Это то, что зависит от непосредственно самих сотрудников, где они могут работать. От супрасовников музея сёня сапрауды залежит шмат, але не всё. Размова перзавсё об захаванности фондов. Некоторые рэши трапляют сюды у таким стане, что потребуюць обовязковых рестаурацыйных работ. Не шторобятся своими силами, але гэтага явно недостаткова. А таму работники Гомельского областного музея военной славы, но все белорусским народным сходзе, лишыць мыта згодным узнять пытанне об створении адзинага высокопрофессийнага рестаурацыйнага центра. У рэште размова едзе об захаванности культурной спадшины. Это серьёзная рестаурационная лаборатория, где мы могли бы получить и первоклассную компетентную рекомендации, либо там могли бы произвести действительно рестаурационные серьёзные работы. И ещё одно пытание, якое Гомельшане были бы не супраця обмерковать со своими коллегами. Для установки культуры празягнение пазобюджетных сродков – это махчимость набыця необходного обсталявания. Непосредственно для музея, яши и каштонных экспонатов, плюс материальное стимулювание супрацовников. Разом с тем, жадание зараблять максимально больше может привести до негативных зъяв у голене. Необходно знайсти ту и мяжу, якая дозволить установам захавать свой профиль. Оно должно выполнять социальную функцию, просветительскую функцию, с элементами познавательных. Может быть, в рамках работы, конечно, игровые моменты используются, но не переходить в уровень развлекательного центра и в разряд развлечений. У наступных выпусках мы протягнем знаймыць вас с думками и пропановами делегатов 5-го Усебелорусского народного сходу. Наши корреспонденты працуют в регионах. Александрова, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания Гомель.